Сейчас мы находимся в файле Maya 0504 Start. Вот на чем ранее остановились. Только что отправили ретопологизированную геометрию из Matbox обратно в Maya для доработки в конечный продукт. Конечно, процесс автоматической ретопологии в Matbox не идеален и никогда не даст идеально чистой и безошибочной геометрии. Неизбежно будут некоторые сбои и прочие проблемы, которые придется исправлять вручную. Самая заметная проблема, которую вижу сейчас на этом конкретном объекте, такое углубление в спинке здесь посередине. Здесь есть некоторая геометрия, которая подразделена очень странным образом, но решение этой проблемы далее будет простым. Нужно будет также вдавить эти углубления вдоль крыла кресла и на подлокотники. И могу захотеть добавить чуть больше резкости по подлокотникам здесь, где в окончательной детализации пройдут шляпки обивочных гвоздей. Давайте спрячу эту подушку, вернемся к ней позже. Я хочу на самом деле использовать геометрию с высоким разрешением, что облегчит эту работу. Можно было просто последовательно пройти по всем этим местам, пробуя вдавливать и смотреть, куда это ведет. Но есть определенный рабочий процесс, который поможет в этом. Сейчас перехожу в матбокс, в котором открыт файл 0504 Start Matbox с геометрией ретопологии. Здесь также скрываю подушку и кресло низкого разрешения и посмотрим на геометрию ретопологии высокого разрешения. Нажимаю Page Up и вы видите, что четвертый уровень дает почти 800 тысяч полигонов, что слишком велико. 198 тысяч полигонов на третьем уровне должны нас устроить. Но это может зависеть опять же от ресурсных возможностей вашего компьютера. Если у вас современный быстрый многопроцессорный компьютер с достаточно большой оперативной памятью, то сможете использовать и 800 тысяч или даже более миллиона полигонов на объекте для работы с ним. Но если работаете на менее мощном компьютере, например на средней мощности ноутбуке, то возможно придется понизить уровень до 50 тысяч полигонов. В этом конкретном случае я буду использовать Level 3. Выбираю кресло, иду в файл Send to Maya и добавляю этот вариант в текущую сцену. Я решил не начинать новую сцену Maya, а добавить эту форму поверх той, которая здесь уже есть. Теперь появляется запрос подтверждения этого решения, и я говорю, да, действительно хотим отправить сетку на ее текущий уровень. Начинается передача, и через несколько секунд она завершена. Теперь видим, что здесь есть эти два кресла, которые помещены одно на другое. Далее выбираю геометрию с высоким разрешением, и создаю новый слой с выбранным, чтобы его можно было легко включать-выключать. Следующая вещь, которую собираюсь сделать, выбрать эту геометрию высокого разрешения и подняться к этому магниту опции оживления выбранного Live, что является командой инструментария моделирования для привязки вершин к другой сетке. Продолжу и сделаю это. Теперь, одна из очень полезных опций в работе матбокса Maya заключается в том, что теперь есть возможности моделирования опциями скалптинга матбокс в рабочем процессе Maya. Поэтому я собираюсь переключиться на скульптурную лепку, и буду следить за тем, чтобы была выбрана low-res сетка под названием Chireback Geo. А здесь выбираю опцию лепки, что будет работать точно так же, как скульптурный инструмент в матбокс. Можем использовать те же горячие клавиши, и если знакомы с матбокс, здесь есть клавиша B, с которой можно делать кисть больше или меньше. M меняет силу нажатия этой конкретной кисти, так что можно пройти сюда и очень быстро внести коррективы в такие проблемные области, как эта вмятина. Я буду удерживать Ctrl со скульптурной кистью, что будет вдавливать эту форму. Делаем кисть немного меньше и снова продолжаю уточнять эту область. Не обязательно добиваться сразу конечного результата в этом конкретном месте. Сейчас мы просто пытаемся получить глобальные сдвиги в этой геометрии, чтобы больше соответствовать исходнику высокого разрешения. Сейчас сила давления на кисти на самом деле очень низкая, поэтому получаю такие минимальные сдвиги. И пока кисть не дает полного соответствия с исходной поверхностью. Таким образом, живая поверхность не позволяет мне делать ошибочный выбор или ошибочную лепку на этой Hi-Res сетке, которая находится внизу. И я стараюсь контролировать положение скульптурной кисти. Так что просто буду продавливать понемногу. И мне, вероятно, сейчас придется сделать паузу в записи видео, потому что это долгий повторяющийся процесс, когда с удержанием Ctrl стараюсь подтолкнуть геометрию к этим вмятинам посередине. А затем использую обычную кисть, просто оттягиваю сетку назад и далее придется исправлять это здесь, но это может помочь получить нужную форму немного быстрее. Поэтому, когда вернусь, я покажу вам, как очистить топологию геометрии для финального разрешения в мае. Подготовлено кубом перевод всем. Итак, мы вернулись, когда уже закончена скульптурная часть исправления геометрии. Если теперь скрою геометрию высокого разрешения, вы видите, что я вдавил некоторые углубления в спинке и немного уточнил геометрию в мае по боковинам и на сидении. Еще остается несколько проблем с геометрией на данный момент. Это такая форма типа бриллианта, которая видна точно посередине. На самом деле, этот конкретный артефакт топологии по сравнению с другими аналогичными углублениями в спинке просто не имеет достаточной геометрии. Я хочу это исправить, чтобы подробно показать процесс для этого. Здесь также будем использовать эту сетку с высоким разрешением. Перехожу к инструментам моделирования. Сетка с высоким разрешением сейчас находится в скрытом слое. Возвращаю ее видимость. И она уже установлена на опцию Live. Так что геометрия, которую будем перемещать, фактически будет привязываться к этой геометрии с высоким разрешением. Перехожу к инструментам Modeling Toolkit и буду использовать здесь Quad Draw для начала. Мне нравится применять этот инструмент для небольших корректировок. Прежде всего, он дает такое синее тонирование с выделением геометрии высокого разрешения или живой геометрии под ней. И когда наводим курсор мышки, скажем, на вершину, то можно видеть действие механизма привязок, просто кликая средней кнопкой мышки, и она будет привязана к геометрии позади нее в нужной точке. Некоторые вершины из этой геометрии нуждаются просто в минимальном подталкивании, чтобы это правильно сработало. Процесс скульптурной лепки не использует живую поверхность. Я просто оставил его, чтобы он не ошибся и не выбрал ненужное. Итак, вот полученный результат, и есть быстрый способ получить большую часть этой геометрии привязкой к геометрии высокого разрешения, продолжая использовать Quad Draw. Если буду удерживать клавишу B, то видите, что получаем механизм мягкого выбора. При этом, используя среднюю кнопку мышки, могу расширять зону выбора вершин, чтобы потом выполнить релакс, расслабить их, для чего надо удерживать еще и Shift. И вы видите, что действие расслабления подсказывается всплывающим окошком. При этом, если начинаю двигать курсор мышки вправо, замечаете, что больший участок этих вершин привязывается к геометрии. Таким образом, использование функции расслабления Quad Draw на самом деле может быть быстрым способом поместить привязкой эти вершины геометрии с низким разрешением нужным образом геометрии высокого разрешения. И при этом не нужно беспокоиться о том, что они движутся неуправляемо. Для того, чтобы добавить дополнительное разрешение к этому углублению, нужно будет добавить здесь больше геометрии. Мы могли бы попробовать делать это с помощью Quad Draw, удерживая Control, но это закончится тем, что будем переделывать петли рёбер по всему объекту, а нам этого совершенно не нужно. Вот что хочу здесь сделать. Нажму клавишу W и буду выбирать ряд поверхностей, которые формируют это углубление. Возвращаюсь к показу слоёв, скрываю эту геометрию и посмотрим, что получилось. Да, так должно сработать. Теперь буду создавать здесь круговые петли рёбер, используя опцию Extrude. Итак, с выбранными поверхностями нажимаю Extrude, Offset устанавливаю на единицу, и это снова даёт новую геометрию, а всё, что находится внутри, создаю петлями рёбер. Когда возвращаемся к Quad Draw, вы можете видеть, что могу добавлять их по мере необходимости. Немного поверну камеру и снова использую клавишу B, расширяю выбор немного больше для этого расслабления. Функция релаксации на самом деле хороший способ получить такую геометрию, которой удобно и быстро управлять. Снова удерживаю Shift и среднюю кнопку мышки и перетягиваю вдоль экрана. Если двигаюсь направо, это создаёт расслабление сетки формы. Окей, получилось хорошо. Снова нажимаю B и начинаю перемещать здесь эти вершины одну за другой. Да, это трудоёмкий процесс, однако такое решение проблемы намного быстрее, чем необходимость последовательно строить всю эту геометрию низкого разрешения вручную по геометрии высокого разрешения. Если вы сразу решаете, вот так будет достаточно, всё-таки лучше затратить немного времени и просто не спешить с этим, ведь это окончательное решение для вашей модели и проекта. Так что захотите убедиться, что петли рёбер перетекают по форме правильно и что нигде нет артефактов в сетке полигонов. Так и я собираюсь исправить это через минуту, просто перемещая вершины, пока не получу то, что хочу. Далее покажу очень быстро, как уточняю эти петли рёбер. Теперь снова делаю паузу в видео, за которую корректирую все остальные аналогичные места с плохой геометрией, которые ещё остались. Фактически, обходя камерой вокруг, вижу, что на самом деле нужно, чтобы эти вершины были намного ближе в углублении в спинке, чем я первоначально сделал. Так что использование перспективной камеры помогает лучше понять, что фактически делаете и насколько далеко уходите. Дело в том, что если остаётесь в параллельных проекциях слишком долго, то на самом деле не понимаете, на какой глубине должны находиться вершины. Продолжаю и почти добрался до нужного результата. Так должно быть достаточно. Теперь нужно добавить дополнительное разрешение на этом участке с помощью инструмента Quad Draw и функции Live. Удерживаю Ctrl, помещаю курсор мышки на одну из этих внешних петель рёбер, что даёт небольшой предварительный просмотр, а затем нажимаю кнопку мышки и получаю новую петлю рёбер. Можете видеть, что она автоматически привязывается к этой геометрии с высоким разрешением, и теперь мы значительно увеличили количество геометрии. Удерживая B, делаю выбор немного меньше, а удерживая Shift, пока остаёмся в Quad Draw, начинаю тянуть курсор вправо, расслабляя этот участок сетки. И снова, действительная полезная часть опции расслабления заключается в том, что даёт возможность сетке низкого разрешения легко прилипать к сетке высокого разрешения под ней. Продолжаю, перехожу к этому углублению, обрабатываю его, и, может быть, проделаю аналогичные действия и с этим. Просто просмотрите внимательно, какое из этих углублений нуждается в дополнительной геометрии. И последнее, что собираемся сделать, исправить это место, и у нас будет геометрия с хорошей топологией. Увидимся снова, как только это закончим. Ок, я вернулся и сохранил отдельный файл, если захотите начать с этого конкретного момента. А это файл 0504FIX в файлах упражнений, в котором внесены все необходимые исправления в топологию спинки за счёт дополнительной геометрии на некоторых из этих углублений. И последнее, что нужно сделать, исправить эту область, что иногда будет происходить с функцией симметрии. Это очень простое исправление, которое можно выполнить с помощью простой команды. Я собираюсь начать с выбора всех этих вершин прямо здесь, посередине. И как только я сделал выбор растягивающимся прямоугольником, просто убедился, что здесь с обратной стороны не произошло того же самого. Нет, всё нормально. Теперь перехожу сюда, к редактированию сетки, и выбираю пункт Merge to Center. Объединить к центру, что фактически просто соберёт и свяжет все эти вершины вместе. Теперь хотим уточнить остальную часть геометрии. И чтобы сделать это эффективно, будем снова использовать инструмент Multicat. Выключаю функцию Live Surface здесь, чтобы заставить это работать немного эффективнее. Итак, нажимаю Multicat и просто прорезаю поверхности между этими вершинами для начала, избавляясь от исходной топологии этого места. При этом опция резки делает процесс слияния с центром немного более эффективным. Теперь перехожу в режим вершин, выбираю эти, а затем командой Merge to Center связываю их таким образом. Выбираю эту следующую линию здесь и делаю то же самое. И также обрабатываю этот последний набор вершин здесь. Могу просто нажать клавишу G, что повторит последнюю команду и объединит их в центре. Теперь можем отъехать камеры и взглянуть, что у нас получилось. Последнее, что собираюсь здесь сделать, перейти к Mesh Display, а так как манипулировали какой-то геометрией, то хочу применить эту команду Soft and Hard and Edges. Сначала опять сбрасываю настройки и хочу установить этот параметр на 35-45 градусов. Он говорит, Maya, как отображать округлости этих полигонов. Если установлю его на ноль, все станет просто граненым. Нажимаю Apply и это будет финальной геометрией. Так что процесс получения такого разрешения конечного продукта может занять несколько минут. Таким образом, используя MatBox на ранней стадии процесса ретопологии, отправляя затем ее результат в Maya с разрешения, с которым уже можно работать, а затем используя скульптурные инструменты и исправляя любую ошибочную геометрию, которая может появляться по ходу всех этих процессов, мы фактически максимально ускоряем работы над моделью. Если бы нам пришлось использовать инструмент QuadDraw, чтобы рисовать всю эту форму вручную с нуля, это заняло бы долгие-долгие часы. И на самом деле, весь показанный здесь процесс можно пройти за 25-30 минут, что, согласитесь, довольно эффективно.